5 июня мы отмечаем Всемирный день окружающей среды. Не нужно забывать, что охрана и оздоровление природного мира – первостепенная задача всего человечества. Внедрение экологических стартапов. Этой теме посвящен научно-практический семинар, организованный Законодательной палатой Оли Маджлиса. Охрана окружающей среды – одна из наиболее актуальных проблем современного общества. На сегодняшний день человечество находится на грани всемирной экологической катастрофы. Проблемы, которые создаем мы сами своими руками, нарушая природный баланс, приняли глобальную масштабность. Для их решения необходимы совместные усилия разных стран. Ведь катастрофа не может носить лишь частный характер. На конференции было отмечено, что в нашей стране проводится ряд работ, направленных на сохранение животного и растительного мира, рациональное использование природных ресурсов. Эти задачи в приоритете государственной политики. Так, в стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы, который в том числе включает и подход к общечеловеческим проблемам, исходя из национальных интересов, отдельное внимание уделено вопросам экологии и охраны окружающей среды, реализации общенационального проекта «Яшел Макон». Эффективное внедрение различных инновационных разработок и технологий. С этой целью был объявлен конкурс стартап-проектов. Основной целью конференции является изучение экологических проблем, а также стартап-проектов, направленных на их решение. Мы также собрали тезисы по этой теме. Активно участвовали министерства, различные организации и комитеты, которые также презентовали свои проекты. Да, сегодня экологические проблемы очень глобальны, но мы намерены максимально приложить усилия, чтобы исправить положение и поддержать развитие зеленой экономики в стране. Рассмотрено более 30 проектов. Авторы наиболее оптимальных награждены специальными сертификатами. Их разработки отражают конкретные решения таких вопросов, как охрана окружающей среды, обращение с отходами, внедрение водосберегающих технологий, развитие экотуризма. Чтобы улучшить экологию и окружающий мир, мы разрабатываем стартап-проекты. Например, мой называется «Экопоспонробот». Мы вообще занимаемся производством роботов. Они, как планируется, будут предотвращать загрязнение природы. Их цель также прививать в людях экологическую культуру. То есть, когда кто-то будет проходить мимо такого робота, он автоматически заработает и произнесет такую фразу «Защищайте окружающий мир». Если нас поддержат, то мы готовы в течение 6-7 месяцев запустить этот проект. По итогам обсуждения участниками выдвинуты соответствующие рекомендации по развитию идей инновационных технологий и эко-стартапов, предложенных в ходе конференции.